Разложение многочлена на множители Разложение многочлена на множители это представление многочлена в виде произведения двух или нескольких многочленов. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Методы разложения многочлена на множители. Существует, мы сейчас выделим два метода разложения на множители. Первый. Вынесение общего множителя за скобки. И способ группировки. Рассмотрим на примерах. Пример. 20х в кубе у плюс 4х в квадрате у. Это у нас многочлен. Давайте попробуем его разложить на множители способом вынесения за скобки. То есть вынести за скобки нужно то, что присутствует и в одном, и в другом одночлене. То есть, например, 4 здесь есть, и здесь такой со множителем 24 на 5. У, то есть наименьшее число или обозначение буквенное степени наименьшей, мы его можем вынести за скобки. Это первая степень, это вторая степень. Значит, мы у можем вынести за скобки. Дальше показатель степени 3, здесь показатель степени 2. Наименьший берем и выносим за скобки. То есть мы можем вынести 4х в квадрате у. Это мы можем вынести за скобки. И тогда у нас останется, здесь у нас останется 1, а здесь у нас останется 5, умноженное на x, y. Давайте. Вот у нас с вами получилось. Вот эта запись и будет являться результатом разложения на множители. Это у многочлена. То есть вот это мы вынесли за скобки, эту величину. И далее умножить, уже нет сложения, а умножить на скобочку. А в скобочке другой многочлен. То есть это и есть результат разложения многочлена на множители. Давайте здесь посмотрим. Здесь мы могли вынести а плюс 5. Не обязательно, чтобы вот такая вот величина будет выноситься. Можно вынести и целый многочлен. Мы его можем вынести за скобки. То есть а плюс 5 вынесли за скобки. В скобке осталось а минус с. Вот у нас это два со множителя а плюс 5 и b минус с. И здесь мы то же самое. Мы вынесли, как и в первом случае, вынесли троечка и там, и там присутствует такой со множители. b наименьший показатель единица выносим. a наименьший показатель квадрат выносим. И вот остается то, что остается у нас. И здесь давайте посмотрим, что мы можем. x минус 5 вынести за скобки. Что останется? Остается x минус 5 вынести за скобки. 2y плюс x. Вот они у нас с вами. И второй способ. Это способ группировки. То есть мы можем сгруппировать, сгруппировать и вынести за скобки то, что находится в группе. Ну, например, я здесь не стал расписывать сам процесс группирования, только результат записал. Ну, так мы можем сразу прикинуть, посмотреть. Смотрите, если я сгруппирую и вынесу за скобки из одной группы x, а со второй группы вынесу 3y. То есть и у меня получится один со множителя. Вот в таком виде то, что я вынес. А здесь записывается то, что осталось. Было все расписать, вам было бы понятнее. Ну, вы это проделаете сами. Я думаю, ничего сложного нет. Вы берете, группируете, группируете в первом случае вот эту величину и эту величину. Группируете. А во втором случае вот эта величина и эта величина. Все. Здесь вы вынесете x, у вас останется 2b. Вот, группируете первый и последний. И вынесите то, что присутствует и там, и там существует. Это будет x. Вы его вынесете за скобочки. Останется у вас 2b плюс a. А в этом случае вы вынесете 3y и y тут присутствуют. И у вас останется после того, как вы вынесете x минус x минус 3. А вы вынесли за скобки. И вот это вот один будет сомножитель, это второй сомножитель. Во втором случае аналогичный. И давайте рассмотрим подробнее. Чтобы разложить многочлен на множители способом группировки. Вот то, что второй случай мы смотрели. Он несколько сложнее, да? Такой алгоритм. Первое. Сгруппировать его с члены так, чтобы слагаемые в каждой группе имели общий множитель. Вот это вы должны сделать. Второе, что вы должны сделать. Вынести в каждой группе общий множитель в виде одночлена за скобки. Вот этот алгоритм постарайтесь заполнить. И у вас все будет здорово получаться. И третье, вынести в каждой группе общий множитель в виде уже многочлена за скобки. Вот три таких последовательных действия. Представление многочлена в виде произведения одночлена и многочлена называется вынесением общего множителя за скобки. Это то, что мы сейчас только говорили. Мы выносим за скобки. Это и будет представление многочлена в виде произведения вот такого одночлена и многочлена. Ну, вынесение общего множителя за скобку из каждого слагаемого, входящего во многочлен, выносится некоторый одночлен, входящий в качестве множителя во все слагаемые. Каким общим множителем может быть не только одночлен, но и многочлен. Вот смотрите, еще раз к первому случаю вернемся. И здесь, и здесь присутствуют одни и те же со множители. То есть, 4 и 4. Х в квадрате, х в квадрате, у и у. Мы это можем вынести за скобки. Вот это одночлен мы вынесли за скобки. И в скобочках остался многочлен. Вот, что значит вынести общий множитель за скобку. Мы его выносим. Общий множитель за скобку. Это первый случай, который мы с вами рассматривали. И вот способ группировки, бывает, что члены и многочлены не имеют общего множителя. Но после заключения нескольких членов скобки на основе переместительного сочетательных законов сложения удается выделить общий множитель, являющийся многочленом. Вот как здесь я вам уже говорил. Эти два группируете друг с другом. И эти два группируете друг с другом. И выносите за скобки одночлен. И там, и там. И все, что вы выносите за скобки, выносите за скобки, вот они образуют свою скобочку новую. Это то, что осталось после того, как вы вынесли лишнее. А это то, что образовалось. х-3. Здесь вы вынесли троечку. 3у. А здесь вы вынесли х просто. И у вас после группировки вот такое произведение осталось. На этом желаю всех успехов. Всего доброго. До свидания.